Национальный праздник День Домбре отмечают уже пятый год подряд, а желающих принять в нем участие становится с каждым разом все больше. Недаром в народе говорят, казаха Домбра как братья-близнецы. Земля при Урале – родина великих кьюишей и виртуозов игры на Домбре, в их числе и Курмангазы. В этом году отмечается 205 лет со дня его рождения. Он до сих пор считается музыкантом с непревзойденным талантом, хотя мастеров-домбристов при Урале немало. Череда торжественных мероприятий в Уральске началась с возложения цветов к памятнику Курмангазы и Дины. К их таланту и творческому наследию все последующие поколения относятся с большим почитанием. К собравшимся обратилась поэтесса Куштабах Тагиреева, отметившая важное сохранение национальной культуры и традиций. Поздравляю вас с Днем Домбры. Это праздник нашего суверенитета, нашей независимости, о которой мы мечтали веками. Домбра должна быть священным символом каждого дома. Долг каждой нации – сохранять национальные традиции и передавать их из поколения в поколение. Гарифулла Курмангалиев – один из тех великих личностей, кто был премьером в этом плане. В День Домбры дань уважения воздали и по отношению к этому исполнителю. Деятели культуры и искусства возложили цветы к его памятнику. Праздник имеет большое значение для пропаганды и популяризации национального искусства. Мы очень рады. Я сама являюсь ученицей Гарифуллы Курмангалиева. С Домброй не расстаюсь с самого детства. Пусть наш священный инструмент останется на веках. Огромный вклад в сохранение и развитие национальной культуры, традиции внес Ахкен Кадыр Морзали. Он воспевал Домбру тех, кто умел виртуозно исполнять казахскую музыку, сам писал стихи, которые стали популярными и любимыми народом песнями. В День Домбры также отдали дань уважения Ахкену, возложив к его памятнику цветы.